То, о чем вы сейчас услышите, произошло в Англии в 20-е годы 18 века. Представьте себе Лондон, свинцовую ленту Темзы, сотни кораблей на морском рейде. Над Лондоном шумит ливень. Струи воды бегут по водосточным жалобам, бьют в стекла окон, ледяными каплями стекают прохожим за воротники. В такую погоду многие предпочитают сидеть дома возле камина, в котором жарко пылают дрова, и слушать, как за окном шумит непогода. Но вот юная Илоретта, которой суждено стать героиней нашего рассказа, по-видимому, чувствует себя дома не очень хорошо. Ведь в этот час на дальней городской окраине Илоретту нетерпеливо поджидает ее возлюбленный, тот, кому навеки отдано ее сердце. В дорожном платье, и накинутом на плечи плаще, застыла она у окна, не замечая своей верной служанки Клариды, в волнении остановившейся у дверей с узелком в руках. В узелке свадебное платье ее госпожи. А за окном льет дождь, и заунывно гудит ветер. Шумит ли ветер за окном, Дрожат в саду листы. Они мне шепчут об одном, Повсюду ты один, лишь ты. И знает сердце, что сильней Упрямой гордости моей Один лишь ты, один лишь ты, лишь ты. Нет, нет безумной затеи Клариды, ей-богу, отдаться во власть мужчине. Ой, меня в дрожь бросает при одной только мысли об этом. Поначалу-то оно, верно, страшновато. Но да муж, что твое пугало, когда его узнаешь по-настоящему, куда и страх девался. А что, как муж окажется плохой? Тогда его и сударом должны оказаться не лучше его. Ну, а если бы ты была влюблена в своего мужа? А я и любила его, сударный, покуда он этого стоил. Так ведь любовь, что твой огонь без топлива гаснет? Нет, моему Константу можно верить. По-моему, если любишь, так уж верь своему милому, хотя бы даже знал, что он тебе врет. Ах, Кларида, легче гору сдвинуть, чем женскую любовь. А гора ты глядишь на песке. Нет, любовь всегда любовь, кого бы мы ни любили. Подчас приписываешь своему милому такие достоинства, каких у него нет и в помине. А потом и влюбишься в свою выдумку. Любовь не требует никаких доказательств. Теперь судьба у нас одна, Одни у нас мечты. И вновь душа тобой полна, Повсюду ты один, Лишь ты. И знает сердце, что сильней Упрямой гордости моей Один лишь ты. Один лишь ты. Насколько я могу судить о мужчинах, сударыня? А опыт у меня, по чести сказать, немалый. Капитан Констант обладает всеми качествами, о которых может мечтать женщина. Молод, статен, с лица красив, любезен. И такой, что уж никогда не изменит. К тому же, говорят... Отец идет. И пошли, и пошли. Тик-так, 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 как часы. Ну, что вы там замышляете? Известное дело, где встретятся две женщины, так там и жебеты. Напротив-то вы, мистер Палите, По-моему, мужчина и женщина самые подходящие пара. Ты что, и дочери моей проповедуешь такую же мудрость? Право, папенька, в том нет нужды. У меня и у самой те же мысли. Скажите, пожалуйста. Ну, да в этом деле я не дам тебе воли. Посмотрим. Я думаю, у самого кардинала меньше забот, чем у меня с этой девчонкой. Один из древних мудрецов говорил, что легче управлять королевством, чем собой. Я же скажу, что управлять женщиной труднее, чем двадцатью королевствами. Право, папенька, было бы лучше, если бы вы поменьше заботились о кардиналах и королевствах и занялись бы своими делами. Кварида, однако, становится поздно. Да, сударыня. Покойной ночи, папенька. Покойной ночи, доченька. Покойной ночи. Вот, военные приготовления турок не дают мне покоя. Хотел бы я знать, каковы их намерения. Если турецкие галеры проникнут в проливы, беды не оперешься. Могу только сказать, что не хотел бы дожить до этого черного дня. И Лоретта, сопровождаемая Кларидой, тихо спустилась по скрипучей лестнице, миновала слугу, мирно дремлющего в прихожей, осторожно приоткрыла массивную дверь и проскользнула на улицу. В ночь, в дождь, в туман, навстречу любви, жизни, навстречу счастью. Опередим наших беглянок, свернем в узкую улочку, пройдем по крутому мосту и остановимся возле маленького портового кабачка. Здесь нам предстоит познакомиться с новым героем нашей истории. Вот он, вот, молодой стройный моряк Рэмбо. Он только что выбежал из кабачка. А в это время на мосту появилась и Лоретта. Она испуганно озирается по сторонам. Надо же было случиться с такому несчастью. Потерять свою служанку в потасовке и не знать, где тот дом, куда я должна идти. Клянусь, приключения. Ну, что мне делать? Сударыня! Ой, боже мой! Кто вы такой, сударь? Кавалер, сударыня! Рыцарь, странствующий по свету в поисках приключений. Сударь искатель приключений! Да? Разрешите пожелать вам достойного успеха? Не, позвольте, сударыня. Я только что отправился в свой путь. И вы и есть первое приключение, которое я встретил. Нет, нет, умоляю вас, отпустите меня, сударь! Мне не о чем говорить с человеком вашей профессии. Сударыня! Если не ошибаюсь, у нас профессии родственные, а? Вы не трезвый, сударь. И, вероятно, не знаете, с кем вы имеете дело. Что мне за дело до твоего положения? Сударь. Да? Ваша наружность говорит о том, что вы порядочный человек. О, сударыня! И я убеждена, что всему виной досадные недоразумения. Да? Я понимаю, что несколько странно встретить ночью на улице в такой час порядочную женщину. Что странно, то странно. Но я не сомневаюсь, после того, как вы узнаете, как я очутилась в подобном положении, вы сами захотите мне помочь. Ну-ну, ну-ка. Нынешней ночью я убежала из родительского дома. Я шла, чтобы верить свою судьбу возлюбленному. Так? Меня сопровождала служанка. Как вдруг мы видим на улице драка. О, какая нежная ручка. Сударь. Сударь, мы разбежались в испуге и потеряли друг дружку. О, я полагаюсь на ваше великодушие. Вы же не захотите оставить женщину в беде. Вызволите меня, и вы можете рассчитывать не только на мою благодарность, но и на благодарность одного весьма достойного джентльмена. покорнейший слуга достойнейшего джентльмена. Однако вы слишком по сердцу пришлись мне самому, сударыня, чтобы я стал беречь вас для другого. Так что, кто бы вы ни были, а вам придется распить со мной бутылочку в соседнем кабачке. Есть только один способ от него отвязаться. Вы идите вон в тот кабачок за углом, а я за вами. Помилуйте, сударыня, как можно. С вашего позволения я за вами. Нет, я требую, чтобы вы шли впереди. Ну да, чтобы оставить меня в дураках. Ну, довольно разговорный. Если вы такая знатная особа, что вас непременно нужно носить на руках, извольте, я готов. Я закричу караул. О, неужто ты такая злюка? А, впрочем, я привык к опасностям. Но... Караул! Что? Караул, помогите! Тихо, тихо. Люди могут подумать, что это серьез. На помощь! Вот он! Хватайся его! Вы обвиняете этого джентльмена в совершении насилия над вами, сударыня? Ах, сударь, я вне себя от страха. Дело ясное, насилие налицо! О, боже! Мистер Констебль, я прошу лишь о том, чтобы вы проводили меня домой. Не беспокойтесь, милые, мы не оставим вас без свидетелей. Ведите их! А, мистер Констебль! Я обвиняю эту женщину в том, что она меня хотела обесчестить. Да-да. В то время, как я мирно прохаживался по улице. О, мерзавец! Да-да, сударыня. Пусть ваш пример послужит уроком для других. Хороши наши законы. Если трезвому человеку нет на улице прохода от женщины. Ради бога, сударыня, не верьте ему! К сожалению, сударыня, так как мы имеем всего лишь голословные заявления обеих сторон, мы не можем решать, кто из вас прав, кто виноват. Ага. Это выяснится лишь к утру, после того, как мы наведем о вас справки. Вот. Нужно же было свалиться такой беде на голову честной женщины. Если вы в самом деле честная женщина, этого джентльмена повесят за попытку лишить вас чести. Что? Если же нет, вас отстегают плетьми за то, что вы обвинили этого джентльмена в похищении того, чего вас невозможно похитить. Ах, всему виной мой испуг. Право, мистер Констебль. Я готова отказаться от своего обвинения, лишь бы вы отпустили меня. Подобные просьбы, сударыня, лишняя улика против вас. А? Шило в мешке не утаишь. Ведите их! Мистер Констебль, а, по-моему, она похожа на порядочную. Черт бы побрал всех порядочных женщин. С ними только свяжись. Как раз угодишь либо под венец, либо в петлю. Если от лойки сверливой жри, ты улизнуть не смог. Не смог. К черту грустить, все пути не длины. Если ведут кабачок, чок-чок. К черту грустить, все пути не длины. Если ведут кабачок, чок-чок. Там на послу стоит храня геройский вид. Грозная стража, храбрая стража, каждую среду трезвая даже. Пока Констебль и три мрачных стража, грозно подняв алебарды, вели арестованных в святилище правосудия, дом мирового судьи Эсквизма, наступило утро. Нам следует на время покинуть и Лоретту, и ее спутников, и заглянуть к судье. Ведь кто знает, что ждет и Лоретту, когда она предстанет перед его грозными отчами. Войдем в дом судьи, в грязную приемную с липкими стенами, где судья Эсквизм, маленький паукообразный старик, и его секретарь, мистер Куилф, уродливое существо крысиного вида, готовится вершить суд и расправу. За раскрытыми дверями приемной видны роскошные покои судейского дома. Там безраздельно властвует миссис Эсквизм, обезьяноподобная особа, приводящая в трепет не только слуг, но и самого хозяина. Сейчас миссис Эсквизм занята утренним туалетом, а судья и его секретарь беседуют в приемной об извилистых дорогах и тропинках, по которым шествует богиня правосудия. Так сегодня Билькэм отказывается мне платить, ты говоришь? Так точно, сударь. Я, говорит, гроша ломаного не дам за его, то есть за ваше покровительство. Потому, говорит, на те деньги, которые он, то есть вы, перебрал у меня за три месяца, можно купить парочку присяжных на весь год. Отлично, отлично. Я ей покажу, что и я умею обращаться с присяжными. Куилл, сделай-ка памятку на деле сегодня Билькэм для того, чтобы заручиться присяжными из списка номер три, когда начнут разбирать ее дело. Там все люди надежные, верные, их не собьешь никакими уликами. Они слушают только меня. Тут некто, мистер Снепп, помощник пристава, арендовал дом, открыл торговлю. Он просит иметь его в виду, если где окажется свободное местечко присяжного. Занеси его в список номер два. Там, кажется, половина присяжных помощники пристава. Закон, слава богу, не запрещает этим разбойникам... Закон, сударь, запрещает разбойникам быть присяжными, но не запрещает присяжным быть разбойниками. Вот что, Куил, подыскивай кандидатов для списка номер один. На ближайшей сессии многих отправят на виселицу, и у нас откроются вакансии. Ваша правда, сударь. Этому списку как-то особенно не повезло. На моей памяти дважды обновлялся весь состав. Всех перевешали. Бедняги, что и говорить. С чем мы под Богом ходим? Кто желает процветать на этом свете, не должен бояться, что его отправят на тот. Вот. Хочешь пробиться в людей, не бойся скобьи подсудимых. Она для тебя то же самое, что для солдата. Поле битвы. Тут та же война. А сколько великих жизней загубила петля. Мистер Ставк, констебль по наблюдению за нравственностью. Вернулся из обхода, сударь. Дозвольте доложить, Ваше милость. Да. Сегодня мы подкрались к горному дому в том переулке и задержали там шестерых игроков. Двое предъявили нам бумагу с Вашей подписью, и мы их отпустили. А кто остальные? Отставной офицер, помощник Стряпчева и два молодых правоведа. Офицера из Стряпчева можешь отпустить. У офицеров нет денег, а судейские ни за что с ними не расстанутся. А молодых джентльменов поддержим. Разумно ли, Ваше милость, лезть в пасть крокодила? Ах, сударя, не ходят в кружевах и не хуже знатных лордов. Да не бойся ты адвоката в кружевах. Тот, кто начинает карьеру в кружевах, кончает ее в лохмотьях. Кроме того, сударь, мы подкрались к другому игорному дому. К тому самому, о котором Ваши милый сказ. И уже с улицы услышали стук игральных костей. Увидев, однако, у подъезда две кареты с гербами, мы предпочли не входить. И правильно сделали. Закон устроен наподобие тех дорожных застав, где пешему нет прохода, а каретам с гербами, пожалуйста, проезжай никаких. Кроме того, сударь, нами задержан некто по обвинению в насилии над женщиной. Сударь! Что за птица? Да по всему, видать, крупная. Разговаривает по-французски, поет по-итальянски, ругается по-английски. Богат? Не думаю, нам не удалось вышить с него ни полушки. Значит, богат. Так вот, у нас одно затруднение. Какое? Женщина отказывается присягнуть против него. Ну, это не беда. У меня присягнёт. Скажет всё, что мне будет угодно. Какого она звания? Да как будто из уличных сон. Ну, если так присягнёт. А это скажет ровно столько, сколько нужно будет, чтобы припугнуть молодца и заставить его раскошелиться. Ведь тогда-то и ей перепадёт кое-что. Подите-ка, приведите их сюда. Слушаю, Ваше милость. Слушаю, Ваше милость. Слушаю, Ваше милость. Спасибо. Спасибо. Слушаю, Ваше милость. 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 Слушаю, Ваше милость.